всем привет начинаем что начинаем с вами новый влог потеряли нас я думаю да что за крики что что случилось короче видите я сами не поговорю так вот тут снимать блог если всем нужно кому-то перец прислушать кому-то еще что-то ладно попозже мои кнопочки пошли в гости у бабушки дедушки на пару денечков сейчас у нас четыре выходных и вот они пойдут отдыхать такие маленькие вот такие у нас новости даже на самом деле много всего бы 20 какой сегодня 24 февраля всех мужчин которые смотрят мой канал я поздравляю с праздником пусть и вчерашним но неважно желаю вам всего самого хорошего мирного неба над головой чтобы чтобы было здоровье чтобы было все хорошо ну и самое главное силу вам моральных физических и ну этот мир без вас мужчины он был бы очень хрупким вот поэтому защищайте свои семьи своих близких в свою родину и это ваш праздник мы детей отвезли и теперь я не знаю в чем будем делать в чем будем делать вот я тут оставить саму посидеть поесть поесть поел бы на самом деле сейчас мы хотим запустить одну такую историю решили экономить бюджет и как решили в общем так складывается скажем ситуация что нужно бы себя ограничивать вот поэтому мы решили жить на 800 рублей в день ну и вообще даже в качестве эксперимента интересно самом деле потому что раньше мы не считали не записывали никак траты на продукты например да вообще ни на что то есть ну грубо говоря вот деньги были взяли потратили на а сейчас вот конкретно на все заложены деньги определенная сумма и вот конкретно на проживание на нас пятерых мы хотим тратить по 800 рублей на скользко очень на дорогах и посмотреть вообще как это вот мы уже сколько не 5 мы так живем третий раз нее какой третий ты чё четвертый минимум ну неважно в общем да мы уже покупали продукты на самом деле в принципе если грамотно подойти к этому вопросу не покупать ничего лишнего но мы и так не покупаем нет последнее время мы начали покупать знаете там печенюшки какие-нибудь конфетки но вы же знаете что нам этого нельзя вот поэтому нужно возвращаться опять к нормальному питанию без вот этой всякой ерунды ненужной и собственно если покупать обычные продукты и готовить обычные простые блюда то в целом достаточно реально хочу сказать наверное прожить на эти деньги но в эти деньги конечно еще тоже включены там типа хвост товары но мы еще пока что не покупали потому что ничего не закончилось но опять же я так понимаю что в целом тоже можно как-то это продумать в общем если вам это интересно во первых напишите вот во вторых я буду показывать и вы будете собственно смотреть насколько это реально или нереально для вас но у нас нет вариантов для нас должно быть это реально поэтому мы будем стремиться к тому чтобы прожить на эти деньги 800 рублей в день у нас есть на то чтобы что-то покушать и вот продукты собственно смекла лук картошка кефир творог какой дешманский курица это на второе ну соответственно круп какие-то есть для гашники морковка капуста сметана это все на борщ и я еще думаю потушить из капусты очень тушеную капусту сделать кстати может быть можно даже с этим мясом сделать в общем живем на 800 рублей в день хайушки хайушки ну короче день номер два 800 рублей на еду так смотрите я даже не знаю как перевернуть камеру как перевернуть камеру на айфоне так вчера приготовлен был суп борщик потом из оставшиеся капусты мы приготовили тушеную капусту потом приготовлено курочка с картошечкой запеченной в духовочке принципе нам на сегодня есть что поесть и дальше вот пошли 800 рублей которые вы потратили сегодня точнее не 800 а 750 мы потратили тут запасом на завтрашнее утро то есть молоко на кашу завтра потом домик в деревне сметана потому что я как и вчера вам и сказал вчера ее почти все слопали так это бич какой-то вирмишель состав экстра рыбинская дом 22 проверим сидеть и на то есть точно не сидеть на это не знаю карте дверь вермишельки катя сказала нормально будет действие экономит так по скидке это 50 рублей это вообще по 15 рублей сметана 62 рубля молоко в 60 чем-то бут батон 28 тоже где-то в районе 30 рублей не пружиной сборщиком хорошо пойдет да 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 сейчас помогу теперь как всегда извините за шум так приправа видите не только можно еду покупать которая нужна так скажем для пропитания а их какие-то запасы делать на 800 рублей собственно вермишель и макароны запас так яйца кто тут у нас яблоки зеленые яблоки красные перчаточки на его ну собственно вот так вот такая кучка продуктов за 750 рублей тут в принципе большинство на на запас куплено в принципе теоретически делая вывод за два дня в принципе но 700 рублей в день много лет вам прожить в принципе это реально напишите кстати сколько вы тратите в месяц на свою семью денег на продукции и на хостовары то есть это общая сумма будем считать и очень интересно в общем режим экономии у нас на он включается кстати давайте вернемся немножко назад и как вы сейчас уже посмотрели мальчишкам мы дарили бабочек живых это конечно поначалу в общем вызвало очень много эмоций положительных это прям знаете что-то такое что-то из мира сказки какой-то ты же вроде держишь живые бабочки вот эти большие в руках олеги красивые его это первые там пару дней они прям реально приносили очень много положительных эмоций а вот дальше одна бабочка собственно и прожила два дня только и потом заснула как они говорят вот но она зато менее покоцана а вот 2 прожила неделю и она за эту неделю уже под конец знаете нам ее реально было уже откровенно жалко и вроде ничего ты не сделаешь да она же живая вот но она просто она уже под конец у нее отвалилась крыло одно само ну то есть она же летает но потом видимо от старости или от чего у нее там начинают отваливаться до кайт лапка где-нибудь отвалится то вот крыло отвалилась половина крыла вот потом она уже вообще не летала под последний там день ну в общем такое зрелище на самом деле не из не из приятных и очень грустно честно говоря вот поэтому мы сначала хотели просто кристине подарить ферму вот эту бабочку вот там типа из куколок вырастают бабочки потом летают но как-то кристина сама сказала что она уже не хочет хотя она бабочек очень любит вот но она сама увидела и все и сказала что ей жалко но действительно да жалко поэтому с бабочками короче опыт был такой не скажу что он печальный нет но просто грустно на самом деле все таким тоже уже привыкаешь хоть они с тобой там и несколько дней но все-таки ты же понимаешь что это живое существо мы ее кормили апельсинами там воду с медом разводили в общем в целом конечно это интересный опыт но повторять как-то не хочется это все нас не остановили испугались чтобы снимать очень говоря хочется уже честно говоря тепла весны как-то зима вообще припозднилась то ее не было не было тут она такая здравствуйте я вам пришла и навалила нам снега опять в очередной раз уже вроде как знаете все растаяло практически но опять опять сугробы опять каша на дорогах и машины все в снегу а вот здесь вот у нас лес большой как небольшой кстати нормальный тут лес еще его не срубили и не застроили и там вот туда справа туда дальше там есть как раз озеро раньше там мы шашлыки жарили ездили когда кристина маленького сейчас по моему там уже закрытое что-то там по-моему вообще просто так не заехать сделали типа как базу ну не базу отдых а как знаете зону для отдыха на платную по моему насколько я видела но может быть и нет вот такие вот дела такие вот у нас тут видите сосны растут кстати многие здесь катаются на велосипедах ну просто вот по этим дорогам вот туда она долгое 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 вот и люди катаются на самокатах просто гуляют с колясками с колясками вот там кстати деревне были раньше может они сейчас там есть не знаю вот здесь все гуляют вдоль дороги правда конечно дорога достаточно активная там вот там идут тротуары там люди гуляют на лыжах там катаются в общем тоже с одной стороны удобно рядом лес а мы домой у нас новый аквариум как видите он побольше этот у нас был на 12 литров а этот этот на сколько на 20 литров и он ромбовидный в общем подбирали под эту тумбочку чтобы сюда ну хорошо шести шестиугольник или восьми угонят шести наверно и добавились жители вот эти вот рыбки это даньо видите полосатенькая и желтенькая это вот неончики которые светятся на ли скалярии две черные которые у нас были они уже кстати подросли они кстати почему-то в этом аквариуме перестали бояться появилась вот эта башня и улитки две улитки мальчики сказали что зачем мы купили вредительниц это все с огородной темы то что улитки они вредительницы вот тут у нас фильтр градусник и собственно где-то там шоссом обитает поменялся грунт чем нам посоветовали вот такой грунт якобы он какой-то там самообновляющийся я так и не поняла нужно его чистить или нет но в общем этот грунт хорош для вот этих вот всяких растений живых то есть вот у нас счету два растения живых появились и собственно а вот еще кстати 1 даню розовенькая вот это фокус вот такие вот рыбешки сом где-то там лает короче говоря а вот он кстати покажу его кстати на этом грунте стало лучше видно она серенький на сереньких камушках его прям плохо было видно вот обитатели в целом знаете нам нравится хоть я была против аквариума ну я как бы не очень понимаю все эти вот аквариумные истории но когда он маленький для ним не так много ухода и в целом все так залипают на самом деле особенно когда он вот устал стоять на этой тумбочке прям прям шикарно я сказала же да то что у нас тот протек и протек он так что вся полка она из дсп она вся разбухла что с утра мы встали и сюрприз и вот на нижней попала фокус переместился в общем полки все разбухли ну уже ничего не сделаешь в общем уже как есть потом впоследствии когда-нибудь поменяем эту полку но она кстати сейчас подсохла и уже не так поначалу прямо все-таки волдыри были на полке сейчас получше кстати стало так подсохла видимо ну уже ничего не сделаешь уже пока так вот в целом не сильно то оно конечно бросается в глаза нормально вот аквариум теперь стоит на на этой тумбочке та тумбочка полностью деревянная и ей не так опасно даже если что-то прольется но этот аквариум он хорошей фирмы аквариум вот это знаменитая по моему польская фирма и они уже конечно более качественно сделаны у нее даже швы видите такие про как сказать прорезиненные и внизу подставка то есть этот уже не должен протечь поэтому такая история с аквариумом ты чё сразу засмущался тишка тебя колобок укатился тишка тишка почему вот когда начинаешь снимать пульте животное все начинает где-то колобок колобок где и колобок тишкин кискин колобок кстати зубы у него все выпали ну смысле вот клыки которые молочные все сами выпали какого советовали в комментариях что нужно купить какие-то игрушки жесткие и вот мы им специально купили игрушки и вот пожалуйста все зубки в норме в норме да все теперь совсем большой все молочные зубы выпали твои датишь крестюша сделала для папы такую вот открыточку корабль так вот так отправила папу в моря прикольно такие поделки подарки очень ценные они это знаете это не то что ты можешь пойти купить за деньги в магазине не были бы деньги а вот сделать что-то с душой своими руками это дорого стоит такое за деньги не купишь ну и эксклюзив знаете ли такое больше нигде не найти и это сделал твой самый родной человечек в порядке мы 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 и Субтитры подогнал «Симон»